друзья всем привет сегодня забираем автомобиль toyota vision 2010 год это не поиск автомобиля это штучный осмотр автомобиля вчера его посмотрели сегодня утром в 9 утра забрали выкупили вот гоним в транспортную компанию сейчас немного вам про него расскажу и сегодня будет такой небольшой подбор по рынку у нас данный момент идет поиск автомобиля чуть позже расскажу что за поиск пройдем по рынку выберем несколько вариантов 23 но в любом случае мы посмотрим абсолютно все автомобили по заданным параметрам которые находятся на втореньке зеленый угол и выберем два три варианта которые будем показывать предоставлять подписчику на выбор данный автомобиль едет город краснодар для нашего подписчика андрей так он десятый год до рестайл toyota wish начал выпускаться с 2003 года 2003 по 2005 2005 по 2009 2005 по 2009 это идет рестайлинг с 2009 по 2012 это как данный кузов идет до рестайлинг и с 2012 года идет уже рестайлинг отличается он в рестайлинге есть повторители в ушах и отличается задними стопорями то здесь у нас диодов нет в рестайлинге идут диоды двигатель вольф мотик вольф мотик это бесступенчатая бесступенчатая система подъема клапанов кстати ну экономичный экономичный автомобиль значит средние габариты на 4590 1695 на 1590 привод у данных моделей идет либо передний привод либо 4 в.д. 4 в.д. идет с кнопки клиренс 150 миллиметров но опять же клиренс многие привыкли это клиренс мерить именно по бамперу да хотя немногие знают что клиренс мериться по самой нижней точке у автомобиля трансмиссия на таких автомобилях то есть коробка передач вся идет вариатор на то звезде идет вариатор там первые модели 2003 год 2004 год 5 года там еще ставился автомат автоматическая коробка передач комплектация не супер наворочена но и не самая бедная автомобиль три ряда сидений кстати стоимость автомобиля стоил 825 тысяч отдали его за 820 тысяч комплектом идет в придачу скажем тогда идет летняя резина хотя знаете вот у вас почему-то такое мнение то что если автомобиль продается неважно пробежным или без пробежного он должен продаваться именно со вторым комплектом резины ребят такого у нас нет вот данный автомобиль пробежный хозяйка кстати девушка автомобиль не так давно в россии в россии автомобиль наездил всего лишь 10000 километров у нее есть комплект резин она отдает автомобили которые стоят на втореньке зеленый угол там там нет второго комплекта резины поэтому его приходится докупать вытаскивать колеса мы не будем там есть у нас третий ряд сидений вот был такой автомобиль в пользование плохого сказать абсолютно ничего не могу ну про бонусы на музыку сделать потише бонус да не то что бонусы а плюсы покупки пробежного автомобиля значит если вылазит какие-то неполадки какие-то неисправности при покупке без пробежного автомобиля кто хозяин это все устраняет здесь в принципе поменено все ну и как я говорил уже комплект резины плюс установлена уже сигнализация здесь одеты такие чехольчики они простые но тем не менее чехлы да вот на переднем сиденье куда-то он потерялся и так второй ряд сидений естественно у нас откидывается спинка до откидывается спинка и сидение у нас ездит вперед для прохода на третий ряд сидений делается все это элементарно просто по месту вместо здесь поверьте довольно таки много выдавать есть присяду второй ряд сидений сел сижу что сидеть мне отлично не знаю в зимней одежде наверное втроем здесь будет тесновато в летней одежде не знаю футболка в мастерка в принципе сама то вот эти коленки у меня никуда не упираются третий ряд сидений сразу скажу когда его разложить ну проблематично там сидеть взрослому в стойках у нас идут аэрбоги сзади у нас идут такого плана пищал очки здесь у нас есть подлокотник небольшой такой крючок и обратили внимание да на большинстве японских автомобилей значит кармашки кармашки в спинках передних кресел идут только с левой стороны стороны стеклоподъемник автоматом то есть один раз нажали он опустился один раз нажали он до конца у нас поднялся есть где нужно давить постоянно давайте посмотрим на моторный отсек двигателя хорошие надежные менять вовремя масло заливайте хорошее качественное масло и поверьте про ездит у вас двигатель очень очень долго подкапотное пространство все целое кстати автомобиль весь целенький не биты в дтп он не попадал не в россии не в японии что как говорится сел и поехал фары дут линзованы кстати туман вот из косяков да это бампер вот здесь немного вкотанный и крыло у нас левая вот такого плана вот идут царапинки лобовое стекло родное значит сиденье у нас это стандарта дали в сиденье вверх вниз вперед назад ну и соответственно регулируется спинка стеклоподъемники центральный замок отключение антибукса складывание зеркал зеркала у нас регулируется в данном автомобиле работает все что должно работать видите плюсом тоже идет оплёточка да как бы вещь недорогая там рублей 500 стоит но тем не менее сигнал работает дворники поворотники вот туманочки видите включаются на гитаре то есть они стоят здесь родные штатные тойотовские ручное переключение передач собственно сам вариатор климат-контроль пробег 140 тысяч расход показывает 10 литров ровно 10 литров вот при приезде на данном автомобиле по городу значит по передней части так солнце как-то вот нам свете так по передней части тоже плохого сказать ничего не могу место довольно таки много очень удобно то что есть подлокотники как для водителя так и для пассажира в дверных картах такие вот небольшие ниши подстаканники здесь у нас тоже выезжает вот такого плана подстаканник это не пепельница многие путают пепель обратили внимание то что японских автомобилях в новых пепельниц практически нигде нет ну за исключением там каких-то рабочих автомобилей бардачок вот такого плана вот дучки магнитола центральная дуйка вот казалось бы да для чего вот здесь сделали вот эту центральную центральную дуйку когда вот для водителя 22 по стандарту для пассажира да грубо говоря оказывается это идет наш на третий ряд сидений то есть как тут как то вот так вот воздух летает обогрев лобового стекла обогрев заднего стекла ну что тут еще и что вам еще рассказать два подстаканничка идет вот вкратце вкратце немного рассказал по подвеске на данном автомобиле вопросов нет автомобиль полностью весь обслужен резины естественно условно на зима потому что вы видели то что в багажнике лежит лежат летние колеса вот напоминаю автомобиль 2010 года пробег 140 тысяч на данном автомобиле стоимость автомобиля стоил 825 тысяч рублей отдали его за 800 тысяч рублей автомобиль едет в город краснодар вот нам и идем автор рынок зеленый угол подбираем несколько автомобилей и показываем вам так ребят ну вот первый автомобиль это шаттл 2017 года выпуска 2017 года выпуска белый такой перламутровый цвет он на летней резине без литья он как вам сказать он не идеальный то у него идет у него замена крышки багажника но мы все вот эти критерии параметры у нас все обговорено то здесь вот эти вот панели крылья внутренней части она идет все абсолютно целенькая него небольшой пробег камера заднего вида есть дворники есть один из параметров это мультируль мультируль на данном автомобиле есть но магнитофон не поддерживает эту функцию поэтому случае покупки данного автомобиля нужно будет поменять магнитофон это гибрид ключ идет один ждет обычный пластиковый пробег на автомобиле 82 тысячи это настоящий реальный пробег данного данного автомобиля гибрид идет здесь полноценный то есть полноценный уже некуда туманки устанавливали здесь автоматически складываются зеркала все включается все работает по вопросам батарейки вопросов здесь нету именно по гибридной по гибридной установки 2017 год стоимость автомобиля 920 тысяч подкапотное пространство тоже идет абсолютно все целенько то есть все болты не кручены грани на месте ничего не отключилась не крутилась не снималась автомобиля не ржавый вот многие знаете приходят и смотрят вот говорит от нам топляк ржавчина и так далее ребят это болячка болячка данных автомобилей вот многие это просто могут за тампоните человек который неопытный придет в принципе этого даже может и не увидеть двигатель чистенький пробка у нас чистенькая масло обычная рабочая в двигателе то есть вопросов по техники здесь нет ну и немного покажу значит по кузову то что автомобиль действительно в родной краски естественно когда автомобиль проверяется на подбор все куда-либо смотрится все это намного подробнее дверь вот это задняя наменена я уже говорил то есть автомобиль будет рекомендован в покупке один из автомобилей видите все целенько идет так друзья значит не помню говорил не говорю вначале видео автомобилем для подписчика для подбора мы искали вчера сегодня мы приехали на рынок приехали рано в 9 утра практически вы представляете многих автомобилей уже просто нет то есть у нас был на примете филдер неплохое хорошее состояние было 200 енты было два шаттла из этих всех автомобилей остался один шаттл поэтому сейчас в данный момент хорош все автомобили были хорошие достойно с пробегами до 100000 вот сейчас автомобили разметает махом то есть хорошие автомобили поверьте долго не стоят тем более по по вкусной цене вот ну так как автомобили были куплены и принципе у нас остался только один вариант для подбора для предоставления показать подписчику сегодня походим поснимаем цены если вдруг он его не приобретет то естественно бросать мы никого не будем поиск у нас будет продолжаться дальше единственно возьмем ну как бы небольшую передышку чтобы автомобили появились пару дней вот в данный момент находимся мы с вами в минивене то toyota сиенто стоимостью 827 тысяч рублей итак машина больная да я аукционик этот не пробивал но говорят но соответствует на сто процентов 4 балла по идее должна быть rk да почему rk потому что идет замена передней левой двери окрас передней левой двери окрас левого порога окрас задней левой двери окрас заднего левого крыла цена автомобиля 827 тысяч пробег на автомобиле 92 тысячи комплектация конечно она не супер то есть обычные крутилки варик он не гибрид обычный руль 1 электро дверь которая естественно у нас работает светлый салон видите торпеда такая идет темная здесь идет оранжевая такая полоска салончик идет светло ну и дверных картах вставки идут такие черненькие так дверку мы закрываем на улице холодно автомобиль заводится с ключа подсветка зеркала но сиенто это такое чисто семейный автомобиль у кого есть дети вот я лично его рекомендую что вам еще здесь показать ну дальше все обычно все стандартно есть проход на второй ряд сидений которым проходом никто никогда не пользуется двигатель полтора литра хороший надежный двигатель так аукционе кладем на место пойдемте посмотрим по салону ну как видите идет обычный вот такой вот ключ плюс дверка у нас открывается с кнопки правая дверь идет мне электро механическое сиденье поднимается вот таким вот образом и третий ряд сидений он заезжает под второй ряд сидений тем самым получается у нас огромное багажное отделение сейчас вам покажу с левой стороны третий ряд он убран пол камера заднего вида есть еще внешний вид покажу вот видите каким образом получается сидушка спряталась под второй ряд сидений ниша здесь у нас дон крат колонка но я скажу так третий ряд все-таки как-то вот маловато там место будет взрослому человеку посмотрите сколько места детям до детям будет саму раз но я наверное сюда уже не залезу внешний вид автомобиля он без литья на летней резине шестнадцатый год есть в статистике довольно неплохое состояние тут нужно внимательно смотреть именно на полное соответствие до чтобы внутри . она была вся целенькая рядом стоит honda fit автомобиль с небольшим пробегом аукционный но он р-17 год 1 и 3 8100 тысяч рублей сейчас покажу вам аукционный листок у ярко синий насыщенный цвет летняя резина литье кстати сиент есть передний привод не гибрид есть передний привод гибрид есть автомобили 4 воды то же самое касается и фитов здесь стоит вариатор на 1 и 3 если автомобиль идет гибрид там стоит уже робот робота пугаться не надо робот можно обслужить просто правильно на нем ездить замена задней двери идет на данном автомобиля поэтому он идет и ручка здесь видите шов герметик все идет завод заводское случае покупки honda да не только honda в принципе любого автомобиля при необходимости поможем вам его поехать и обслужить посмотрите в ком состоянии салон обычно вот открываешь автомобили с пробегом там соточка до 100 120 130 тыс есть какие-то царапины здесь она практически идеально и все в ком состоянии сидений чистый аккуратный не пятен ничего здесь нет штатные коврики идут хондовский место мне нравится довольно много фите неплохой на самом деле автомобиль вот здесь тоже обратите внимание вот у них болячка идет у фитов у шаттлов вот здесь вот почему-то вот такие вот заусенцы на них пруд на всех мультируль гудо гудит ручник так где договорили аукционный ли здесь есть может и нет не сказали идет замена двери пробег 20000 на данном автомобиле модем юсби 12 вольт руль у нас по высоте так по вылету он не регулируется здесь только по высоте кнопка старт туманочек нет на автомобиле подстаканники вот такого плана дуйки торпеда на были нереально просто просто большая по месту место тоже фитах именно по передней части довольно много единственно вот ну вот как то вот так и вот упираюсь немного и так honda fit 2017 года выпуска мотора 1 и 3 вариатор передний привод 810000 рублей он стоит рядом стоит mazda axel а постоянно вот знаете спрашивайте вот эти автомобили но честно у нас не было еще ни одного подбора по по данному автомобилю я не знаю почему но у нас он как-то не особо актуален и так это это у нас идет 2017 год полтора литра 875 тысяч рублей новая летняя резина фары линзованы без литья повторители идут без ключевого доступа нет довольно неплохо смотрится автомобиль знаете чем не нравится mazda в них почему-то во всех очень мало места сзади именно где второй ряд сидений запас какие видите нет состояние автомобиля по низу смотрите ну блин я не знаю как тут сидеть я сюда наверно даже не помещусь подлокотник подстаканник и есть мелкие какие-то царапины знать вот вот эти царапины их можно убрать их можно устранить сейчас как-то вот зима мы все равно продавцы меньше автомобиль не занимаются если честно именно приводит их в порядок стоп антибукс корректор фар мультируль монитор климат-контроля нету есть режим спорт управление магнитолы два подстаканника 9 диски даже есть что-то соника не вижу кому надо кто-то идет аукцион или торпеда в центральной части колонка место место да вот сзади места нет а по передней части место нормально и сиденья такие смотрите они как утоплены идут типа боковая поддержка есть материал такой какой-то он простой здесь идет прям совсем такой простенький 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 итак 17 год 875 вы давайте еще посмотрим 33 миража такой относительно относительно недорогие автомобили первый идет у нас семнадцатый год мотор 12 с птс сейчас многие боятся покупать машины с электронными птс хотя уже очень много машин куплено и проблем никаких при постановке на учет не возникало семнадцатый год 555 тысяч рублей штатное литье mitsubishi летняя резина заводится с ключа сзади метла дворник такого же цвета тоже летняя резина тоже штатное литье тасканьте один откроем посмотрим стол 595 тысяч придем предновогодние скидки 555 тысяч ну и 3 автомобиль видите они все по одной цене по 555 тысяч в принципе они все все одинаковые возьмем посерединке который стоит нет не все это без ключевой доступ есть значит дверная карта такая комбинированная сиденье тоже комбинированные но здесь материал уже поприятнее идет датчик при столкновении корректор фара антибукс регулировка зеркал руль обычный пластиковый пробег на автомобиле 78000 магнитола климат-контроль ручник коробка переключения передач второй ряд сидит вот видите вот смотрите машинка на она поменьше mazda но я вижу что здесь уже место больше именно для задних пассажиров собственно сама багажное отделение багажное отделение да но маленькая здесь идет с таким вот двойным дном запаски нет по 555 тысяч автомобили друзья на сегодня будем заканчивать вот следующее видео наверное будет сегодня у нас сегодня у нас вторник наверное в четверг выйдет следующее видео и пойдем покажем вам микроавтобус не минивены а именно микроавтобуса потому что последнее время очень много звонков именно по микроавтобусам по полноценным по семейным разберем в цене потому что раньше было можно было микроавтобус взять миллион 150 миллион двести там до миллиона принципе 300 можно было видеть хороший достойный автомобиль сейчас конечно цена подскочила подскочила в гору и не слабо поэтому походим посмотрим на сегодня все всем пока спасибо кто досмотрел видео до конца